И теперь я вас вижу и слышу. Сначала я должен спросить вашего разрешения на запись этой демосессии и возможную публикацию потом ее. Да, я разрешаю. Спасибо вам большое, очень хорошо выглядите. Я знаю, что… Мы как, на «ты», но вы как? Да, 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 как договаривались, на «ты». На «ты». Как у тебя настроение? Я знаю, у тебя сегодня день рождения. Тебе поздравляю. Спасибо большое. Настроение праздничное и рабочее. Хочу поработать с тобой, а дальше буду праздновать. Ну, шикарный план. У нас с тобой 44 минуты. Скажи, пожалуйста, над чем ты бы хотела поработать сейчас? Ну, запрос остается актуальный тот, что мы вчера начертили, план, куда идти. Это тема денег, финансов и моей внутреннего, моего ребенка. Почему же сопротивление именно от нее идет? Идет сопротивление от внутреннего ребенка в сфере денег и финансов. Да, желание, цели, вот туда, чтобы получать, разрешать, мечтать себе больше, масштабнее заявлять в мир о себе, о том, чем хочется. Вот так как-то. Скажи тогда, пожалуйста, какой результат для тебя будет самый ценный сегодня? Наверное, я разобраться в том, что же стоит, какие блоки стоят, или убеждения, или вот как-то, наверное, лучшим результатом будет чуть-чуть продвинуться, или не чуть-чуть, а хорошо продвинуться в этом вопросе и разрешить внутреннее спокойствие, удовлетворение, наверное, будет самым лучшим результатом после нашей с тобой сессии. Узнать блоки, какие-то препятствия, продвинуться, более конкретно, если у тебя получится, обрисуй, пожалуйста, этот результат. Убрать блоки, убеждения, продвинуться, что это будет в конце у нас? У нас будет в конце. Наверное, четче путь, или дорога, или четче направление, вот это. А куда ведет этот путь? К себе, к себе, к себе, к этой маленькой девочке, которая там что-то обиделась или испугалась, что-то там есть. Че, че, путь это в каком, ну, то есть что ты хочешь забрать с собой, то есть вот эта четкость, она в чем должна конкретно выразиться? Чего-то такого конкретного, да, не абстрактного, ты сейчас об этом сопротивление идет, сейчас внутреннее какое-то такое, этот, что хочется сказать, не знаю, этот, четче. Может, критерии какие-то для себя, вот, может, понимание, что вот это сейчас срабатывает реакция детская, вот, ну, ориентиры, не знаю, вот об этом может. Как ты считаешь, есть ли нам смысл сейчас поисследовать, что за сопротивление вот у тебя возникло, или же мы все-таки сконцентрируемся на формулировке? На формулировке. На формулировке, хорошо. Тогда, что конкретно ты хочешь внести, критерии, понимание? Павел, наверное, что это за страх, скорее всего? Что это за страх? О чем этот страх? Страх какой? Страх предъявлять себя, заявлять, вот, озвучивать вслух свои желания, свои потребности, да, вот, почему я это именно хочу? Ну, для себя, ну, ответ этот, что мне это принесет, что я потеряю, если это приобрету, и, ну, и наоборот, ну, какая будет за это, ну, какой будет мой вклад за это? Вот, запутала, окей. У меня внутри всегда возникает, что я за что-то должна, если я хочу что-то получить, я за это должна оплатить. Ну, не всегда это в финансовой, да, в какой-то валюте, а вот эмоционального, вот, внутренние какие-то переживания, волнения, восторг. Ну, вот, вот об этом. Вот цепочка идет, что если я что-то хочу, я должна сразу знать, чем я это оплачу. И если у меня за это, ну, расплата звучит ужасно, ну, оплата. И сразу срабатывает, а, не, не могу, у меня сейчас нету, значит, ну, все, окей, я тогда отказываюсь от этого желания, от этой цели, от этого заявления. Все-все-все, тогда не надо. Ты говорила, что ты бы хотела понять, о чем этот страх, страх себя заявлять устно о своих желаниях. Сейчас ты проговорила, что это, возможно, связано с оплатой, с расплатой. Да, кстати, цепочка прослеживается. Ну, тогда насколько актуально нам копать в сторону, о чем этот страх? Как ты себя сейчас чувствуешь? Ну, так, так себе. Что там у тебя такое? Так себе. Сопротив. Нет, зажалось очень. Зажалось? Ага, да, вот, сковала все теле, тело как-то так, хочется, посильнее туда где-то. Потому что заявила, вот, оно, это, теперь, ой-ой-ой-ой. Что там? Что там? Неловкость. Неловкость. Да. То есть, ты заявила о том, что бы ты хотела, и почувствовала скованность и неловкость. Да. У нас остается 35 минут где-то, скажи, какой самый ценный результат ты бы, учитывая этот уже небольшой путь, который мы прошли, ты бы хотела получить? Может, расслабление, если о теле говорить такое, скинуть эту зажатость. Что тебе? Что-что? Скинуть эту зажатость. Скинуть зажатость, хорошо. Что тебе, с чем связана эта зажатость? О чем она говорит? Да. Не знаю, о чем она говорит. Наверное, мало опыта именно в этом, что заявила. И вот как быть в этом состоянии? Наверное, принять, присвоить это ощущение, что это нормально, мое желание и моя потребность заявлять. Какое у тебя состояние было в тот момент, когда ты заявлял? Состояние, да. Ты хотела бы его сохранить или что-то другое? Ну, в тот момент я была уверена, когда заявляла, да. И что потом произошло? А потом накрыла, как волной. Когда заявляла, была на волне, а когда уже эта волна меня уже накрыла. Не удержалась я на этом. О чем сейчас твой смех в таком случае накрыла волну? Метафора. Удивительно, что сейчас пошли метафоры. Когда ты заявляла, ты была на волне. А потом эта волна тебя накрыла. Да. Ты почувствовала себя скованно, неловко. Как бы тебе хотелось, чтобы было принять, что я сейчас не на волне. Волна накрыла, да. Окей. И так может быть. А теперь куда, ну где я хочу быть? Под волной или все же двигаться? Вот это состояние замирания, да. Вот когда накрыла волна и оцепенение тела. И страх, наверное. И что? И что теперь? Вот. Осознание, где я, что я чувствую. И куда хочу, и куда хочу, и где хочу дальше находиться. Какой же дальнейший случай. Ты говорила принятие этой ситуации, что тебя волна накрыла. Потом ты посмотрела, что ты чувствовала в этот момент. Страх. И дальше у тебя, ты пришла к тому, что какое-то, ну тебе нужно какое-то желание, точнее, определиться, что ты хочешь. Стабилизироваться. Стабилизироваться. Да, да. Вот стабилизироваться в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Вот стабилизация опора внутренняя на себя. Стабилизация. Что бы ты хотела унести с этой сессии, как результат в связи с этим? Ну, сейчас мне очень такой инсайт пришел, что волна, вот эти ассоциации какие-то очень прикольные. Ну, мне внутренне очень отзываются они. Это хочу унести с собой. Я понял, но у нас около 30 минут. Да. Я уже пошла зажиматься. Окей. Что там тебя прям включило зажим? Что включило зажим? Да. Что включило. Это инстинктивные какие-то реакции мои, да, моего тела. Ну, и я, работая и замечая за собой, знаю, что первая реакция у меня – это замри. Не бей, не беги, а вот именно замирание. Поэтому имеем, что имеем сейчас. Зажало, потому что вот… Ну, что явилось вот спусковым, так сказать, фактором, то есть, я просто упомяну о том, что у нас еще 30 минут, и тебе опять. Ну да, всего лишь это было безопасно, и, ну, не знаю, чего-то мне этот… Пять минут напугало. А о чем смех в таком случае? А, что это? Так что такая реакция, что испугалась, чего-то испугалась. С чем будем сегодня разбираться? С чем бы ты хотела разобраться сегодня? Почему я же вчера приплела две темы? И внутреннего ребенка, да, и вопрос финансов, и получения. Вот все-таки хочется… Я сейчас активно от этого ухожу, замечаю за собой, что опять теряю нить к этому. Что было бы для тебя самым лучшим результатом? Вот, наверное, понять и цепочку проложить от заявленного моего желания, что я хочу проработать на сегодняшней сессии. И вот то, что, проходя путь вместе с тобой, я иду… Туда же я иду? Вот, или, ну, где оно вот это теряется у меня понимание, что от точки А к точке Б? То есть у тебя есть точка А, ты хочешь попасть в точку Б, и по дороге у тебя что-то теряется. Куда же я шла? Вот это мне, знаешь, больше об этом. А, точно, у меня есть точка Б. Я забываю, выходя из точки А, двигаясь к какой-то цели, да, желанию, запросу своему, быстро теряю фокус. А, вот это еще интересно, знаешь, как ребенок. А, вот еще какая-то блестяшка, а что это такое, пойду-ка я с этим разберусь. А потом еще что-то, вот это еще разберусь. Подожди, так ты же и шла туда, так, ну, давай, иди дальше. А я забываю об этом. Смотри, для того, чтобы наше взаимодействие было с тобой эффективным, нужно сфокусироваться на каком-то одном вопросике и идти в ту сторону. И решить его найти, получить тот результат, который ты себе поставишь. Если все время как бы перефокусироваться, так сказать, а вот это еще интересно, вот это, то, ну, можно так долго это делать и в итоге получить какие-то осознания, но по факту это не будет очень ценно. Ну, то есть, результата как такого не будет. Да, ты узнаешь что-то, но ничего не поменяется особо. Я тебе предлагаю найти что-то, то, что сейчас для тебя было бы самым актуальным. Это может быть что-то мелкое, маленькое, но конкретное. Разобраться с ним. Хорошо. Принимаю. Не, сопротивление есть, но я буду учиться сейчас вместе с тобой. Вот взять что-то маленькое. Мне сложно. Я понимаю, типа, это сложно. Я услышал, что ты вот часто говоришь, у тебя часто вот возникает сопротивление. Как ты считаешь, может быть, есть смысл разобраться с ним? Есть, да. Хорошая идея. И для меня это что-то новое. Тогда что бы ты хотела получить как результат в процессе исследования своего сопротивления? Разобраться, что за пусковой механизм запускает сопротивление. Разобраться, что за пусковой механизм запускает сопротивление. Скажи, пожалуйста, в конце, если ты поймешь, что запускает это сопротивление, и как ты определишь, что это именно то, что есть, то, что запускает это, что ты нашла ответ на свой вопрос? А я разрисую какие-то маркеры для себя, обозначу, что какой-то ориентир в конце хочу себе сделать. И потом, чтобы какой-то период времени потренируюсь и запущу это в свою жизнь. Да, но это будет после сессии. А вот в самой сессии ты, например, нашла ответ, что запускает это сопротивление, какой механизм. И как ты, что тебе даст уверенность в том, что это правильный ответ в конце сессии? Как ты поймешь, что да, это оно? Как пойму? Ну, во-первых, наверное, будет реакция по телу. Что из-за реакции? Какое-то успокоение. Вот когда я говорила, что зажатость, скованность. Вот я думаю, что когда я пойму и разберусь сопротивление, что будет другая реакция тела. Придет какое-то спокойствие. Спокойствие. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Валентина, как поменяется твоя жизнь, когда ты поймешь вот этот спусковой механизм сопротивления? Может, я буду добрее к себе? Ну, не ругать себя за какие-то реакции. Ну, или давать себе время на это сопротивление. Или, наоборот, уменьшить до какого-то... Ну, уменьшить. Хорошо. Тогда... Что такое сопротивление? Скажи так. Абостовка. Абостовка? Да. Протест. Против чего? Против события, против какой-то информации. Ну, не знаю. На каких-то людей, может быть. А в какой... Ну, как это происходит у тебя? То есть... Алло-алло? Да. Да, да. Я на связи. Прости, пожалуйста, ты думала о чем-то? Да. Поделись, пожалуйста. Все, уже убежала мысль. Это так... Как-то ты неожиданно словил, что я думаю, и не ожидала, наверное, этого вопроса. Прости, пожалуйста, в следующий раз. Ну, как бы в каком-то одном состоянии, потом что-то происходит и наступает сопротивление. Я живу в каком-то своем состоянии, и если вырывается в это состояние какая-то мысль, да, какое-то, это что-то новое, какая-то информация или люди. И я к этому не... Ну, а я в своем мире в это время. Меня вот это сразу отбрасывает, что, ну, злость какая-то, агрессия, что почему это вы тут без стука сюда врываетесь ко мне? Кто вообще разрешал? Ты говорила что-то новое. Это новое или это неожиданное? Или вот, ну, как ты воспринимаешь, находясь в своем каком-то состоянии, когда оно приходит? Наверное, скорее всего, неожиданное, вот, что-то такое, о чем я даже не могла думать, вот, что-то такое, как НЛО для меня. Ну, вот, вообще, вот с какого ты тут появился, это НЛО, тебя же вообще не существует. Вот что происходит в тот момент с твоим ощущением, когда ты, находясь в своем, ну, в каком-то процессе, там, со своим состоянием, вдруг приходит что-то неожиданное, вот, что меняется для тебя в ощущении? Ну, подрывается моя какая-то стабильность, уверенность, безопасность, что ли, даже. Ну, идет как проверка, это сейчас о чем? Это сейчас нужно защищаться или убегать, вот, 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 вот такое, ну, где я, что я, что это такое происходит? Вот, 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 вот такие какие-то реакции нестабильные, ну, раскачка внутренне, внутренне меня. Да, проверка подсказала, что это, что с этим делать, какого оно, после того, как проверка заканчивается, что потом происходит? Принятие, наверное, осознавание, наверное, первое, а потом принятие, что, если эта ситуация, ну, как-то касается меня, то, окей, беру и буду сейчас решать, что с ним делать дальше, или не беру. Сопротивление оно когда-то приходит? Первая реакция сопротивления, ну, самая первая. Это, получается, до проверки оно у тебя идет? До, до, до проверки. Как ты думаешь, насколько уместно будет сейчас посмотреть на вот маленькую девочку ту и посмотреть, как она вот реагирует на вот описанную тобой ситуацию, когда приходит что-то неожиданное? Ну, уместно, я думаю, да. Как у нее это происходит? Хороший вопрос, Павел. Мне кажется, что, что я сейчас описала, как раз это ее состояние. Как бы девочке хотелось? То есть она живет в своем каком-то состоянии, тут приходит что-то неожиданное, у нее идет сопротивление, первая реакция, потом идет проверка, потом идет принятие. Как бы девочке хотелось, чтобы это было? Как вы себя чувствуете сейчас? Ну, как-то спокойно, но я не знаю ответ на этот вопрос. Вот странно, наверное, я себя сейчас ощущаю. Странно? Странно. А как? Странно. Вчера такую фразу произнесли девочка, которая... не мечтает о том, чтобы мечтать, вот это что-то такое. Девочка боится мечтать, да? Девочка боится мечтать. Как вот этот страх мечтать девочке связан с сопротивлением? Наверное, как-то связан. Но у меня сейчас не помещается этих два мечтать и сопротивления в одном приложении. Мне сейчас как-то так режет слух. Несовместимое что-то. Да, да, да. Как-то что-то не совсем не... Я даже не знаю, эта девочка моя внутренняя... Мне кажется, что она не очень и знакома с понятием сопротивления. А кто тогда сопротивляется? Наверное, он взрослый. Ну, девочка-то маленькая всё верит так, как есть, вот, ну, принимает как есть. Вот нету у неё... Право заявить, что я с этим не согласна, а я хочу по-другому. И вообще мне это не подходит. Вот эта девочка этого не знает и не имела права. Какой мотив у взрослого, когда он сопротивляется? Мечтам девочки. Ну, это, наверное, более сейчас как с положительной стороны, как бы, ну, с позиции оберегать, вот, научить девочку, да, как взрослый, показать, взять за ручку и пройти этот путь с ребёнком. Показать, что я рядом. Поддержу тебя. И как девочка реагирует на такое проявление взрослого? Ну, положительно, но есть такое, что это, ну, что-то, ну, как, а так можно, а так можно, вот это такой вопрос, а что так можно пройти сейчас рядом со взрослым? Ты сейчас думаешь о чём-то? О чём думаешь? Что круто, вот то, что я проговорила, что, может быть, рядом возле ребёнка взрослый, который поможет, поддержит, кто что-то новое. Как ты себя чувствуешь сейчас? Как круто. Как круто. Как круто. Ребёнку не хватало взрослого. От этой веры, понимания, что я не упаду, что есть подстраховка и, ну, никто не допустит, чтобы я упала на дно. Такое. О. КОНЕР Прюсер у меня такой вопрос взрослый который выражает это сопротивление мотивом у него провести эту девочку за руку он вообще наблюдают что с этой девочкой происходит как она там реагирует на сопротивление как он с ней по ощущениям никак может и наблюдает девочка этого не не видит что должен сделать взрослый чтобы девочка ощутила заботу наверно уж как-то проявиться показать как-то дайте знать девочки наверно присмотреться как взрослый может проявиться дать знать что за бог сказать показать заявить если вернуться так сказать тебя как эту ценную личность как это может происходить когда взрослых тебе проявляется показывает девочки что это сопротивление я хочу тебя за ручку провести блин было бы здорово если вы вот в эти моменты когда хватает сопротивление чтобы обращаться к внутреннему родителю и просите наверное просить сейчас а поддержки я сейчас запутала да не все нормально мы с тобой разбирались механизмы запуска сопротивления хотел получить у нас остается минут пять скажи пожалуйста где мы сейчас находимся по отношению к этому запросу я получила ответ мне кажется что результат уже уже есть что что за механизм можешь его писать идет сопротивление и включается механизм запуганного ребенка и сейчас как результат что подключать взрослого и про проводить или вообще отпустить этого на данный момент ребенка и сказать что подожди сейчас я разберусь взрослый а потом вернусь и пройду этот путь уже вместе с тобой ну как пока получу тебя ты говорил о том что когда ты поймешь этот механизм у тебя будет успокоение расслабленность как сейчас ты все чувствуешь я пришла к этому чувствую внутреннее какое-то спокойствие я тебя поздравляю спасибо да инсайд сейчас есть ответ на это тогда давай посмотрим чуть дальше получив этот инсайд как теперь ты будешь реагировать когда находясь в каком-то своем состоянии вдруг будет приходить что-то неожиданное я буду себе давать время разобраться что это такое пробовать новые реакции не замирание а может какой-то интерес а что это а чем это когда-нибудь вдруг если у тебя будет возникать вот это сопротивление во первых я буду это обозначать сопротивление привет и варианты давай наверно в коробочке полежи чуть-чуть а потом я вернусь или ну хорошо давай сейчас ну что ты мне хочешь сказать о чем ты мне хочешь предупредить что акцентировать мое внимание ну вот так несколько вариа вариантов но первое это все таки назвать что это сопротивление что тебе может помешать вот это делать сначала называть его ну мои наработанные за время же есть реакции которые вот это может мешать что ну и буду я возвращаться все равно не будет оно все сразу так идеально я это все прекрасно понимаю я это все прекрасно понимаю что тоже себя за это не ругать если будет проскакивать такие реакции как раньше старые схемы что может тебе помочь сразу называть это вопросы что это о чем это сопротивление ли это или это что-то другое вот вот первый это вопрос о чем это еще поможет вера в себя вот как-то вот знаешь павел когда-то я осознала мне сейчас хочется об этом проговорить вот внутренний критик когда есть а есть внутренний адвокат вот критиком все понятно все он такой активный везде лезет все защищает а хочется вот уже с адвокатом больше со своим внутренним защитником чтобы он сейчас больше выходил и задавал вопрос вот как адвокат так что по сути это да да эмоции есть окей но мы сейчас задаем вопросы и решаем что это такое нас время уже практически подошло спасибо тебе большое скажу с чем уходишь ну во первых хочу сказать спасибо тебе спасибо организации которые это все организовала очень все круто масштабно я с собой забираю после сегодняшней сессии осознание о своем сопротивлении о том мне еще надо будет додумать доработать под слезы вот реакция ну я вышла очень быстро с этой эмоции но я наедине проработаю еще вот это спасибо что вспомнила о своих состояниях за то что понаводил правильные вопросы вовремя заданные сегодня сейчас в данном контексте я получила результат того что деньги цели да вот был запрос внутренняя девочка вот я приблизилась не на один шаг нам на больше шагов к тому пониманию спасибо тебе огромное спасибо тебе за твою работу за твою откровенность за твою смелость я тебе желаю чтобы вот тот адвокат которого ты уже призываешь чтобы он пришел самое ближайшее время был подкованным энергичным защищал тебя на сто процентов спасибо большое 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 Продолжение следует...